переделали немножко крышу в каком-то отрывке вам показывала лёшек видите как загнул профлисты чтобы не забивался туда снег дождь всякая грязь и чтобы доски были целые не мокрые потому что доска здесь уже конечно же старая дома больше 50 лет поэтому вот здесь вот вот так вот все сделал хорошо так что сарай теперь с крышей на следующий год облицуем не стали мы ее выравнивать очень дорого это еще бы 8000 пришлось бы заплатить чтобы выровнять сейчас я отойду покажу вам как издалека да конечно она как китайская падога но сарай очень мощный крепкий ну и что что не очень ровная крыша вот так вот это смотрится вчера я срезала практически весь перчик здесь остались совсем вот немножко малыши еще есть посмотрите еще поливаю еще будет может быть на аджику или еще в какой рецепт добавить в общем варила леча два раза я получилось где-то 21 литр в сумме со два раза или 22 литра ну что-то такое короче где-то на сейчас скажу 12 килограмм перца было наличью по картошечке порвала траву я уже сейчас лёшек уедет буду копать подготовила вот так вот здесь сажала перец я потому что по неопытности посадила картошку очень редко здесь образовался такая образовалась местечко такое и я здесь сажала перец вот который из магнита да очень мощный ну вот один перчик на кусту это совсем не дело не знаю как оно будет дальше может быть потому что я посадила поздно поэтому тогда он красивый мощный мясистый но мало попробую на следующий год посадить его пораньше может быть результат будет другой он собрала собрала я семена из этого перца темп вот здесь тоже смотрите много малышей идет похолодание в сентябре но все равно я думаю что он вызреет вырастет конечно из цветочков уже не будет ничего но вот эти вот малыши я думаю подрастут еще что-нибудь да сделаю вот это тоже магнитовский перец видите не ахти ну потому что поздно поздно все но сейчас давайте пройдем в погреб покажу что там лёшек понатворил вместе со мной вот огурчики надо собрать и висит один вообще огурцов много у меня в этом году в трех местах они посажены и везде есть вот вчера собирала черри сегодня делала лечу вот такие дела ну все сейчас прервемся вот что я вам еще хотела сказать очень рекомендую вот этот триммер вы как-то меня спрашивали зверь машина электрический триммер ставр сейчас его так повернусь чтобы вам показать он очень мощный но он от электросети меня это не напрягает сейчас вот может это мощность увидите он на леске вот от сети и нож но нож я уже сегодня погнула попался камень вот так что буду работать леской лёшек постарается вот это выровнять здесь есть леска катушка вот с леской и есть нож вот здесь надо немножко обрезать слишком много лёшек вытащил это вот так сантиметров по 12 сегодня я косила траву за двором так что вот друзья вот этот триммер я вам рекомендую покупала как-то на озоне аккумуляторный тот же день сдала извините г и еще то бензиновый не хочу там очень много в обслуживании мужские руки нужны да и выхлопные газы за спиной не хочу а это просто прелесть удлинительно 25 метров включаю и спокойно работаю ну все друзья пойдемте а не все вот начала штукатурить стену здесь пока один слой будет очень красиво буду углы и фундамент отделывать плиточкой той которую я делала из гипса и покрывать ее лаком там еще кое-какие краски чтобы она была для внешних раб ну на улице да не портилась вот здесь видите драла драла стену металлической щеткой специально я делаю насечки чтобы это крепилась штукатурка получше потом все расскажу подробнее а то как-то все сумбурно здесь вот стоит специальная грунтовка именно для вот этой вот этих плит полифлекс или как они называются вот об этом подробнее расскажу когда уже будет результат тогда и буду рассказывать покупать это вам или не покупать хорошая или плохая лёшик вчера мне починил козел потому что здесь же я все весь грунт сняла и низко стал ну то есть нужно работать на как ком на каких-то лесах вот починил козел я уже лазила на него он такой мощный здесь вот это снимается здесь специальные пазики выпилил чтобы вот эта штука не двигалась и было надежно так что вот у меня задача а штукатурить вот эти стены стены будут очень красивые лёшик привез из москвы специальную штукатурку с особым как это ну там мощный клей в ней для внешних работ вот эта грунтовка и сверху будет штукатурка карает ну а фундамент вот этот я сначала за штукатуре потом отделаю вот этой плиточкой покрашу в темно-коричневый цвет окошки здесь тоже плиточкой облицую красиво сделаю в общем друзья я надеюсь будет очень красиво но сейчас полезли в погреб вот так вот выглядит лесенка в погреб которую я тоже покрасила лёшик провел свет здесь есть у нас теперь две розетки один цвет верхний вот такую коробочку аккуратненькую сделал культурмультур здесь вилочка я включаю и свет загорается в погребе сейчас я спущусь и там уже включусь ну вот друзья посмотрите на этот прекрасный погребок сейчас это быстренько все сниму еще сегодня не спускала там в доме еще есть кое-что что нужно уже опускать в погреб вчера готовила до каждый день консервировал но хочу показать вам вот такую очень похоже на детскую кроватку это лёшик золотыми ручками из того что было сделал вот такой короб для картошки видите здесь все вентилируется пол тоже вентилируется это мы специально вот эти щели оставили вот и буду сыпать здесь картошку сверху ну один слой картошки потом картон опять картошка картон и я думаю что я сохраню таким образом картошку вот это дерево пропитана специальной пропиткой которая называется антиплесень чтобы подольше прослужила короб этот стоит тоже еще на поддоне он не на полу и погреб здесь видите я засыпала керамзитом ванюшка оставалось вот вы видите мы там темные пятна это вот влага которую впитывает керамзит очень хорошие решение там тоже видите мы выбрали для картошки самый сухой угол пока от идет вот сюда и естественно влага скапливается там нет это не вода воды нет в погребе после зимы мы залезали воды нет погреб я пробелила известью с чем-то нашла в сарае и в общем это известь каким-то пеплом что ли в общем это я все сделала обработала стены сейчас люк погреба открыт до зимы пусть проветривается просушивается вот вот этот короб здесь был он в нормальном состоянии я его тоже обработал видите еще не лесок до конца но вытащить уже не невозможно этот короб на верх потому что вот здесь мешают вот эти полки вот но эта полка сделана сюда специально я на нее ставлю если нахожусь вверху ставлю банки а потом спускаюсь а потом уже эти банки расставляют здесь очень удобно но раз вытащить нельзя я здесь этот короб обработала этой антиплесенью это уже будет может быть для свеколки или еще чего-то вот этот старый погреб короб который здесь был с этой стороны металлический здесь хозяин который строил наш дом был плотником и видимо тоже делал такой вот короб здесь вот с одной и с другой стороны ручки ну в общем он в хорошем состоянии ну а теперь давайте посмотрим помидорчики маринованные помидорчики в собственном томате вот лечо у меня слюно течет вот эти помидоры разрезала с луком с чесночком опять лечо вкуснейшая кабачковая икра до огурчики маринованные смотрите как набиты баночки у меня там был один комментарий женщина написала как отвратительно вы накладываете банки вы знаете мне так хотелось у вас просить я вас конечно заблокировала мне так хотелось у вас просить у вас есть сын я не завидую вашей невестке ну честное слово а действительно огурцы там были плохо набиты но вы же не знаете что я буду делать с ними дальше а эти огурчики были под закваску когда они пробродили я их все вытаскивала из банок выбрасывала то что внизу вот эту всю зелень которая отдала свое в рассол промывала и накладывала уже в баночки без этой зеленушки а вы уже реагировали что я плохо-плохо набила огурчики вот специально для вас посмотрите пусть ваше сердечко будет спокойно а вот идем дальше вот эти огурцы кстати видите с таким налетом это горчица где-то есть огурчики просто соленая уже не знаю где вот кабачки хоть я не люблю кабачки маринованные ну несколько баночек все уже закрыла вот здесь огурчики как в макдональдсе офигенные а вот это огурцовое лечо это огурцы в томате очень вкусные вот так вот на гречневую кашу на рисовую просто на хлебушек это просто обалденно здесь у нас перец запеченный я вам уже не знаю в этом видео или еще в каком-то это запекается перец в духовке а потом то что внутри сок собирается и закрывается стерилизуется лёшик просто чуть язык не проглотил побольше возьмет с собой очень вкусно опять огурчики вот эта полочка это варенье вот две баночки послён вы видите ну и дальше кабачки кабачковое варенье вот это здесь я не чистила кожуру а вот уже чистила и вот там где очищенная кожура друзья они прям как ананасики просто класс очень вкусное варенье пока мои фрукты не выросли будем есть варенье из кабачков но я его не наедаю постоянно вот открытая но с оладушками тоже из кабачков наморозила кстати я много натерла всю зиму наверное печь оладушки так что кабачки в этом году у меня очень хорошо уродили здесь опять помидорчики в томате собственном соку огурчики маринованные с сахаром из горчицы зерна опять вот эта закуска огурцы как аджика да то есть или как лечу и через огурцов томатном соке опять огурчики как в макдональдсе ну и здесь это вот морс кстати морс я делала вот это чистый томатный сок а вот семечками это вот как раз из помидор черри больше я через сажать не буду слишком много мороки с ними и собирать и потом вот эти отрывать хвостики очень долго но выросло значит надо закрыть вот это не знаю что вот это кабачки как аджика вот еще и я забыла про это где-то еще баночки есть и вот это это щавель на зеленый борщик щавель тоже в этом году у меня есть хотя и только в этом году его посеяла и борщи варила зеленые и вот две баночки полутора литровая закрыла в зиму так что друзья вот такой уже хороший погребок он еще будет наполняться еще много помидор тыква буду варить варенье из тыквы так что вот такая красота у меня в погребе напишите как вам нравится мой погребок меня прям слюнки текут вот вылезла я из погреба дернула и выключила свет а вот друзья хочу показать вот такую штуку я вытащила из мусорного бака у нас не знаю что это было но знала что пригодится лёшек ее использовал под инструменты вот такой коробочек с перегородками вот такой какой-то трапециевидный но не важно самое главное инструменты в порядке все замечательно вот так вот с мусорника вытащила вот такую красивую штуку не красивую а нужную вот хочу вам показать лучок который сох у меня неделю на солнце я его выносить за носила на ночь утром выносила какой сладенький я потом по обрезала вот эти высохшие бодылки по обрезала ну уже высохшие корни и сложила вот в коробку из-под нашего кондиционера как же я рада что мы его купили без него никак очень жаркое лето ну коробка мощная с ручками вот здесь в общем как раз для лука я думаю что в общей сложности у меня получилось где-то около 40 килограмм лука это учитывая то что я еще зеленый собирала килограмм 10 сушила вот вот здесь вы видите миленький это я специально так сделала чтобы сейчас в маринады вот в эти все использовать мелкий лук иногда вот мне очень нравится маринованный лук и я буду еще мариновать вот этот меленький лучок очень хороший урожай я довольна вот зашла в дом посмотрите сколько здесь еще всего вчера опять делала икру кабачковую это уже лежит себе отставляет в дорогу но это конечно же не все там и лечо и послен игра ну еще много будет брать из погреба здесь вот сегодня закрывала опять лечо вот так что один день зиму кормит сейчас вся вот в этих вот закрутках вот хочу показать вам нашу шпульку и на сегодня буду заканчивать шпулька подросла марусечка у нас образовалась троица шпулька маруся и монка как будто бы это одна семья вот так что сейчас у нас очень дружная кошачья семья все мои хорошие на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока